Продолжение следует... 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 Потому что когда вы стоите на рынке, вас трясет за руку ребенок и просит купить арбуз, а у вас сбол недоступен, вы не можете пополнить свой счет с карты, вы не можете перевести продавцу деньги. Скорее всего, вы тоже начнете скрижетать зубами. Это слово выговаривается плохо. Но вы расстроитесь, скорее всего. Поехали. Что имеем дальше? Давайте посмотрим на архитектуру. Это архитектура типового ДБО в любом банке, на самом деле. Даже не важно, говорите вы про корпоративное ДБО, говорите вы про ДБО физлиц, как мы с вами. Но у нас физлица. У нас множество каналов обслуживания, такие как это ATM, это банкоматы, на самом деле, через которые вы с нами взаимодействуете. Это мобильные приложения, веб, это приложения для офисов обслуживания. Это все то, через что мы работаем. На самом деле их больше. Есть всякие голосовые ассистенты и другие подобные поверхности, так называемые, через которые вы работаете. Есть сервер сайт. Он здесь подсвечен. Почему подсвечен? Потому что как раз его мы будем распиливать. У нас он есть большой, толстый. Надо нарезать его на кусочки, перенести на классную модную новую платформу и сделать людей счастливее. Чтобы разобраться чуть-чуть поглубже в том, что такое Сбербанк онлайн, посмотрим дальше. Есть слой интеграции. Это классическая история для банков. В банках обычно это enterprise service bus, корпоративная сервисная шина. Сейчас не очень модно, поэтому в Сбере мы эту историю меняем. Коллеги должны рассказывать про синапс. Завтра у них будет доклад послушать. Реально классная, интересная штука. А за всем за этим стоят ABS так называемые, автоматизированные банковские системы. Это карты, кредиты, вклады и еще огромное количество. То есть что мы должны понимать? Сбербанк онлайн это интерфейс для взаимодействия с теми самыми системами, которые реально отвечают за проведение клиентских транзакций, за принятие решения выдать ли вам кредит, за принятие решения какую процентную ставку по вкладу вам предложить. Смотрите, у нас на входе есть требования. У нас есть более-менее понимание, как устроена архитектура, где это находится внутри большой корпоративной архитектуры. Оргструктура. Если станет скучно, начинайте свистеть. Пойдем смотреть AVR к Oracle. Такое тоже есть. Посмотрим нагрузку на сервера и так далее. Будет интересно. Смотрите, оргструктура. Почему это важно понимать? У нас 400 команд. Каждая из них должна сделать определенные приседания, чтобы уйти с монолита на микросервисы. Фактически этим невозможно управлять. Особенно в классической такой структуре, в которой, наверное, мы находимся. То есть для понимания, где мы с вами находимся… Сейчас, дайте, эта штука заработает. Вот. Короче, ладно, мы находимся… Вот так. Мы находимся там, где платформа Сбербанк Онлайн написана. То есть я нахожусь в той оргструктуре. Все остальные… У нас это называется трайбами. Давайте назовем для упрощения управление. Нам не подчиняются. И единственное, кому мы все вместе подчиняемся, это Греф. То есть ниже уровня абстракции у нас нет, на которой мы, скажем так, могли бы сказать, что вот этот человек примет решение и скажет, что приоритетней. Таких управлений, участвующих конкретно в этом проекте, было больше 15. Здесь 4 просто для примера. Это некие продуктовые направления. Мы вместе с бизнесом живем рука об руку. В едином порыве страсти развиваем наш продукт. Вот таких там больше 15 участвующих в нашем проекте. К чему я все это рассказываю? Нам нужно понять на старте, где нам будет больно. На входе есть матричная структура управления. Если упростить, это означает, что кого вам дали, с тем вы работаете. Вы не нанимаете этих людей. Вы не отвечаете за их бонусы, за их зарплаты. Вы вообще на них не влияете. Сказали, работаешь с этим, работаешь с этим. Все, что ты можешь сказать, это прийти, попинать его руководителя и сказать, что, блин, он плохо работает. Это единственная возможность. Продуктовые команды со своим бэклогом. Условно приходишь, например, в какие-нибудь платежи за сотовых операторов, и сегодня ты у них где-то вот здесь в бэклоге. Они говорят тебе, парень, мы завтра все сделаем для тебя. Вообще прям обещаем, все работы будут выполнены. Приходишь через неделю, спрашиваешь, ну как дела? Они говорят, пришел бизнес, короче, опустил твою задачу куда-то вот сюда вниз, и больше мы ей вообще не занимаемся. И это постоянная борьба, с которой, ну, приходится работать, с этим ничего не поделать. Высокие требования к надежности. Я уже сказал, что мы не можем позволить себе упасть в проме и не можем позволить себе быть недоступными. Сразу все СМИ начнут писать, что, короче, сбол не работает, не знаю, все не работает, ничего сделать не можем, клиентские деньги застряли, и все волнуются, все боятся. Поехали дальше. Какой смысл вообще в том, чем мы занимаемся? Ну, классическая такая история, на самом деле. Здесь абсолютно ничего уникального нет, несмотря на масштаб. У нас есть легоси, мы пытаемся его трансформировать. Для чего? Для того, чтобы ускорить time to market за счет микросервисов и независимая разработка. Мы работаем в agile, а значит, независимая разработка для нас критически важна. Текущая архитектура, которую мы с вами имеем, она не позволяет этим заниматься. Вторая история, она, кстати, спорная. Со мной многие не согласны, что стоимость снижения легоси была нашей целью. Но я это здесь записал. Что такое стоимость вообще автоматизированной системы для тех, кто, может быть, с этим не знаком? Крупная – это две составляющих. Первая – это люди, которые на нее работают. То есть чем больше change request вы генерируете, тем дороже она стоит. Вторая история – это количество доработок в легосе, которое вы делаете. Ну, собственно говоря, вот две больших таких крупных составляющих. Чаще всего, кстати, люди дороже. Давайте за спойлерю, где мы облажаемся. Облажаемся мы в инфраструктуре. Вот с ней все будет плохо. Следите дальше, что будет происходить. Третья цель, хотя это больше похоже на лозунг, а не цель. Мы не делаем трансформацию ради трансформации. Мы должны улучшать сервис для нашего клиента. Смысл в том, что мы должны работать в синергии с бизнесом. Дальше вы увидите, как, наверное, этот смысл преобразуется у нас в цели и то, как мы будем выстраивать процесс в проекте. Короче, что нам с этим делать? Вопрос такой, да, возникает. У нас на входе огромное количество команд. Всем на вас все равно. Каким-то образом надо трансформировать. При этом вас постоянно трясут за сроки. С этим тоже надо что-то делать. Общий KPI для бизнеса и IT. Классическая схема, она не всегда работает. Но если она работает, это круто. У нас получилось, она реально работала. То есть у нас на уровне директоров был общий KPI, который говорил следующее. Трансформируйте вы уже свою эту legacy систему. И у бизнеса, и у IT. Вот прям одинаковые, с одинаковыми формулировками. То есть мы должны куда-то на high level занести эту цель. К слову, это нифига не помогло. Раз уж вы выбрали именно такой сценарий. Потому что у директоров целей много. И какими-то целями они готовы иногда пожертвовать. Следующая история. Это концепция. Мы говорим, что у нас работает 400 плюс команд. А это означает, что мы не можем говорить командам делай А, не делай Б. Но это физически невозможно. Потому что в таком масштабе не существует, по сути, человека, который держал бы все в голове. Который единственный, уникальный, понимал бы, как это все работает. А если такой человек есть, скорее всего, у вас плохая орг структура. И нужно с этим срочно делать. Что-то сделать с этим срочно. Мы не можем нанять армию архитекторов, которые тоже будут отслеживать каждое техническое задание. Это просто дорого и в какой-то мере нерационально и безумно. Поэтому мы должны создать некую концепцию общей рамки, в которых команды будут принимать свое решение. То есть команда должна сама уметь понимать. Делать ей А, делать ей Б. И к чему она в итоге с этим придет. Это ей позволит быть гораздо гибче. Хотя мы пострадаем в сроках и пострадаем в результатах на самом деле. Следующая история. Это ответственность на уровне команд. Мы занесли цель на уровень хай-левела. Должны занести ее на уровень команд самих. Команды сами должны понимать ответственность и профит, который они получат от этой миграции. Профит простой. Если у тебя time to market там, не знаю, 5 недель. 5 недель это даже мало. Пусть это будет 10-12 недель. То, естественно, команда понимает, как классно будет, если он снизится до 2 недель. Здесь, мне кажется, для команд понятно. И, к слову, команды с готовностью брали эти цели. Это тоже прикольно. Это один из был реально рабочих способов, который нам относительно помогал. Относительно поможет. Мы же с вами прямо сейчас это делаем. Исходя из тех целей и исходя из тех, скажем так, вводных, которые мы имеем, для себя давайте примем следующее решение. Возможно, попозже попробуем его вместе по-челленджить. А давайте начнем с самых популярных операций. Ну, то есть мы что делаем? Мы пытаемся ускорить time to market. Когда мы говорим про ускорение time to market, чаще всего это самые популярные операции. Ну, потому что у бизнеса идет конкуренция с другими такими же банками. Они постоянно прибегают с инновациями, с суперскими идеями. А значит, нам нужно снизить количество изменений, которые мы вносим в легосе. И все эти изменения направить на микросервисы. Пусть все это развивается и ускоряется там. Time to market там меньше. Все прекрасно. У нас с вами есть гипотеза интересная, что самые популярные и самые частотные операции, под популярность я имею в виду еще и частотность, они же самые высоконагруженные. То есть они нам приносят больше всего нагрузки на нашу систему. Давайте для примера, чтобы не было слишком абстрактно, приведу вот там три операции, да, относительно популярные. Это платежи, то есть клиент с бол заходит, чтобы сделать платеж, клиент с бол заходит, чтобы сделать перевод, клиент с бол заходит, чтобы посмотреть свою историю операций. Их в реальности гораздо больше, но кажется, в голове будет сложновато удержать все остальные. Поехали дальше. То есть мы говорим следующее, что эти операции еще и самые высоконагруженные. Что самое прикольное, мы с вами проверяем это на нагруженном тестировании. И внезапно оно нам это подтверждает. Короче, мы счастливые пару лет назад, такие вообще с улыбкой бежим делать бизнес, бежим ускоряться, и нашему счастью нет предела. Любой проект нужно оценивать. У нас должны быть какие-то метрики. На самом деле метрик достаточно много того, как мы оцениваем. Есть всякие корпоративные метрики, которых мы должны тоже достигать в рамках нашего проекта. Но посмотрим сейчас на несколько таких, наверное, которые интересны будут нам всем. Самый простой способ. Если я мигрирую бизнес-операции с Legacy на микросервисы, давайте считать, сколько я мигрировал. Ну, здесь, мне кажется, такая простая история. Мигрировал одну, записал себе плюсик. Мигрировал вторую, записал себе плюсик и так далее. Кстати, видите, еще так и не достигли 100%. То есть даже сейчас у нас пока не очень с этим получилось. Но не суть. Нельзя, наверное, как руководители проекта, мы с вами не можем их считать равноценными. Эту метрику и каждую мигрирующую операцию не можем считать равноценными. У нас есть условные платежи, у которых 70 миллионов пользователей в месяц. И есть какая-нибудь другая операция, у которой 10 миллионов пользователей в месяц. И считать их равноценными, наверное, чуть-чуть сложно и будет искажать картинку. Можно вводить всякие веса, но вместо веса давайте введем вторую метрику, которая будет ее аналогом. Она нам в будущем пригодится с вами. Это количество клиентских операций в Legacy. Я эту метрику люблю. Я за ней лет 5 сам смотрю в нашем мониторинге. Она мне очень нравится. Метрика классная. О чем она нам скажет с вами? Она скажет нам, что мы взяли, перенесли самую популярную тяжелую операцию с монолита на микросервисы. И как будто бы идем к успеху. Вон видите, у нас как здорово эта метрика обвалилась в какой-то момент. То есть успех прям приближается. Все классно. В чем профит этой метрики? Она исторически коррелирует с утилизацией железа. То есть когда мы там много лет считаем свою capacity. Я раньше занимался надежностью Сбербанк онлайн. Мы ежегодно считали, какой будет прирост нагрузки клиентской. Исходя из этого, планировали новые мощности. И она в принципе плюс-минус всегда коррелирует с этим. Вот кроме одного момента. Вы его видите сейчас. Что происходит? У нас радикально падает количество операций. А утилизация железа не очень. То есть мы почему-то застряли в этой части. Следующая метрика. Я говорил, что одна из целей это снижение стоимости. Люди. Самое дорогое, что есть в нашей системе. Нам нужно как можно быстрее взять этот наш интеллектуальный потенциал и перевести их в русло разработки микросервисных архитектурных, микросервисов, чтобы они там развивались, ускорялись, все было классно, приносили профит бизнесу. Мы этого в принципе достигаем за счет того, что мы начали с вами с тех операций, которые наиболее популярны у клиентов. А популярность чаще всего равно, как можно больше бизнеса прибегает с просьбой что-то изменить. Изменить иконку, внести какую-нибудь автоматизацию дополнительную и так далее. Мы этих людей быстро переключили, и они счастливые и довольные развивают микросервис. А у нас с вами радикально падает стоимость. Что интересно, на графике есть такие всплески. Это второй интересный момент. Его тоже стоит запомнить. Что мы дорабатываем внезапно наш легоси для интеграции с микросервисами. То есть мы не просто развиваем микросервисы, мы еще и связываем их друг с другом. Впоследствии это играет определенную интересную роль в нашем проекте. Да, наверное, правильнее сказать так. И количество используемого железа в легосе. Этот график повторяет тот, что был наложен на график с количеством клиентских операций. Что важно из текущего понимания с метриками извлечь? Первое. У нас внезапно инфраструктура не падает с той скоростью, с которой мы рассчитывали. Вторая история. Мы интегрируем легоси с монолитом. И третье. Мы шикарно сократили расходы на ресурсы людские в легосе. А означает резко снизили ее стоимость. Поехали дальше. Зачем мы с вами все это обсуждаем? Чтобы в один прекрасный момент оказаться в ситуации, когда проект завершен на 75%. Что интересно, есть вопрос, который нам задают с момента, как проект завершен на 40%, на 50%, на 60% и на 70%. Вопрос абсолютно один и тот же. Один и тот же. Когда вы начнете сокращать инфраструктуру? Что мы имеем к моменту, когда проект завершен на 75%? Количество операций в легосе, точнее неправильно, количество операций, 60% операций у нас выполняется на новой микросервисной платформе. Давайте подумаем, насколько у нас снизилась нагрузка на железо в легосе. На ноль. Ни на сколько. Короче, вот у всех такое же лицо. Я одинаково на этот вопрос отвечал 40%, когда было 50%, когда было 60%, 75%. Вот так. Ну, помимо первого тезиса, что у нас постоянно растет нагрузка. Если помните, на входе я сказал о том, что нагрузка ежегодно растет на 15% клиентской активности. Это означает, что чтобы снизить хотя бы на 15%, нам нужно умудриться в реальности от первоначальной точки снизить на 20-30%. То есть мы должны бежать быстрее на самом деле, чем это происходит в реальности. Давайте вместе попробуем понять, а что нам с этим делать. К слову, а стоит ли вообще с этим что-то делать? Может мы смиримся, посыпем голову пеплом и извинимся перед всеми. Какие еще метрики можно посмотреть? Метрики модно, популярно, надо смотреть метрики. Нагрузка на базу данных. Здесь в таком встолбчатом виде представлен отчет Oracle R по базе данных нашего legacy как раз с монолитом. В принципе плюс-минус так же отчет выглядел 2 и 3 года назад. То есть у нас ничего не меняется. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это некие селекты, инсерты и так далее. То, что у нас есть в Oracle. Они здесь обезличены, но не суть. Я про них тоже расскажу еще отдельно. Так вот, они все на месте. В этот момент вы думаете, короче. А что ты нам рассказываешь, Артем? Возможно, это очень плохой руководитель проекта. И, наверное, тебя стоило уволить еще год назад. Возможно. Не знаю. Пока не уволили. Почему так происходит? Если помните, я сказал о том, что микросервисы обращаются к legacy. И внезапно это нормально. То есть это та концепция, с которой мы с вами согласились и посчитали, что это окей. Супер. Давайте так жить. Почему так происходит? Видите, вот этот столбик под номером 3, это один из определенных селектов к нашему монолиту. Почему мы смирились с тем, что он нормально, что он остался на том же уровне, на котором был? Потому что если бы мы этого не сделали, то при попытке перенести этот запрос, мы бы уперлись, наверное, порядка 15 команд, уперлись бы в одну команду. И все сидели бы, ждали, пока же она реализует этот сервис на микросервисной архитектуре. А прикол в том, что у этой команды в бэклоге было еще три наших задачи, которые были более критичны для нас в этот момент. Да, мы могли долить ресурсов и так далее, но, скорее всего, это отняло бы гораздо больше времени. Помимо того, что нам нужно было бы организационно найти эти ресурсы, нам нужно было бы, я не знаю, их влить в команду, они должны были бы разобраться, их еще и найди попробуй на рынке. Нам проще было просто сказать, ничего страшного, это инфраструктура, она у меня уже стоит в банке, я уже за нее заплатил. Так я вместо того, чтобы тратить на поиск и найм новых людей на доработки эти, пусть стоит себе инфраструктура, пусть они интегрируются вместе. Ну, эти вызовы, естественно, остаются как временные. Мы, естественно, заводим техдолг, к слову, неестественно. Не всегда мы заводим техдолг, иногда мы об этом забываем. Но давайте считать, что в идеальном мире команда это когда-то исправит. Прикол в том, что если бы это была проектная работа всегда, то есть есть организации, которые работают по проектному типу, скорее всего, здесь было бы неприятно. Потому что команды, которые должны были бы устранить этот техдолг, они могли быть расформированы до того, как мы вообще предоставим им возможность работать на новой микросервисной архитектуре. Это, к слову, надо, наверное, держать в голове. Просто я недавно с коллегами из другой организации, из двух получается, вот летом с одной и с другой две недели назад. Мы как раз обсуждали, у них тоже есть похожая задача по миграции, по трансформации их ДБО. И вот у них как раз проектная организация, и для них это больно. То есть они не могут себе такого позволить. А что важно понимать еще, не все организации согласны с тезисом, что инфраструктуру можно оставить. Внезапно для некоторых это реально цель номер один. Им нужно как можно быстрее избавиться от инфраструктуры. Ну, потому что это несет определенные риски, потому что эту инфраструктуру они не могут доумощнить, масштабировав каким-то образом, либо это будет стоить слишком дорого. То есть им реально дешевле убежать с нее, чем оставить. Поэтому для них это может быть важно. Это то, что стоит держать в голове. То есть то, что я рассказываю, оно, наверное, примерно применимо в конкретный кейс. То, как мы с вами этим всем занимаемся. У других организаций могут быть определенные свои нюансы, конечно же. Новые продукты могут использовать старые сервисы. Это тоже интересная ситуация. Есть один далекий департамент, у которого не было никогда продуктов вообще в Сбербанк онлайн. Вот они сидели-сидели где-то в конце, наверное, предыдущего года. Придумали классную фичу. Счастливые, довольные побежали, получили архрешение. И на 90% они в целом ушли в целевую архитектуру. То есть все прекрасно, они счастливы, да и мы счастливы. Вот у них есть вызов вот этого селекта, который под номером 4 в данном случае. Он должен был вызываться для одного миллиона пользователей. Всего один миллион пользователей. И мы с этим окей. Пусть вызывается себе, пусть все довольны. Зато мы быстро выведем фичу. Чем сейчас попытаемся на микросервисах все это быстро реализовать. Команда опять занята. Кейс тот же, что лучше заниматься чем-то другим в моменте. Что происходит? Приходит продукт-оунер. У нас, напомню, мы работаем в agile. Приходит продукт-оунер и говорит их команде. Ребята, надо фичу прятать не под плашкой для тех клиентов, кто ее раскроет и увидит. А надо выводить прям сразу ее. Так они и сделали. Только после этого этот столбик начал расти. Потому что теперь он вызывается, этот селект, не для одного миллиона пользователей, а для 75 миллиона пользователей. То есть для каждого клиента, входящего в сбол, мы внезапно дергаем этот селект. У нас всегда стоит выбор. Мы можем затянуть гайки и начать кошмарить этих людей, просто пиная их ногами каждый раз, когда они пытаются сделать что-то подобное. А можем быть, наверное, чуть гибче и сказать, окей, такое бывает. У нас есть послабления, которые мы готовы дать всем командам. И инфраструктура опять-таки это то же самое. Так, по базам данным все. Посмотрели? Пойдем к серверам. Ладно, я понял. Всех, короче, интересует номер один. Вот этот вот огромный, короче, столбик. А, стойте. О, владелец сервиса потерялся. Помните, у нас огромная организация, огромное количество команд. И никто не хочет быть владельцем вот этого сервиса. Каждый говорит следующее. Я, говорит, пользователь. А сервис-провайдер не я. Да, я, например, топ-1 пользователь, то есть все остальные, не знаю, в 10 раз меньше меня его потреблять. Но это все равно не мой сервис. Вот. Порядка, наверное, трех месяцев ушло на то, чтобы взять кого-то и стрясти, и сказать, заставить его подтвердить, что это он пользователь. Еще, наверное, месяца три ушло на то, чтобы запланироваться. Еще месяцев шесть ушло на то, чтобы облажаться. То есть не очень хорошо получилось с этим сервисом. Чудо не произошло. Вот. Но ничего, мы справляемся. Этот сервис начал уменьшаться. То есть бывают, на самом деле, такие приколы. Что самое интересное, даже если бы мы взяли вот так вот и с вами сократили бы все эти запросы, просто по щелчку пальца уничтожили бы их все, мы бы не сократили радикально стоимость инфраструктуру. Потому что, первое, люди дороже, гораздо дороже для нас, по крайней мере, в нашей структуре. Вторая история – это у нас стоят огромные здоровые машины, которые, даже если убрать с которых один, второй, третий наш столбик, мы все равно не сможем с ними ничего сделать. Они настолько огромные, что надо гораздо больше усилий привнести, чтобы убрать. Потому что вот здесь, на самом деле, вот во всех этих столбиках скрывается 15% нагрузки. А дальше еще идет порядка 80 селектов, которые по 1% нашу систему нагружают. И с этим ничего не поделать. Нагрузка на североприложение. Здесь сильно останавливаться не будем. Давайте пару кейсов расскажу. В принципе, ситуации все те же самые. Мы позволяем интегрироваться Legacy с Monolith для того, чтобы команды не блокировали друг друга. Потому что если команды блокируют друг друга, проект сдвигается фиг знает куда. Это классическая проблема с, наверное, таких стандартных организаций, которые, не знаю, все пытаются прям запланировать и пытаются не съехать с плана. Из интересного на северах приложения. У нас больше 50% нагрузки дают 10 сервисов из 140. Здесь видно, мне кажется, прям на графике, что после седьмого пункта вообще ничего не видно. Но там есть. Если чуть-чуть увеличить, масштабировать, там хоть что-то дозаметно. Это первый интересный кейс. Вторая история. Сервис с менее 10%, это, по-моему, пятый, входит в топ-10 по утилизации CPU. Внезапно у него не так много пользователей, но вот так он нагружает эту систему. Кстати, мне нравится, как дизайнер выделил, спасибо большое, топ-10. Прям похоже на успех проектирования, когда у тебя есть такой ненагруженный сервис, но который нехило юзает твое CPU. Но так бывает, ладно. Короче, в серверах все то же самое, на самом деле. Логика, в принципе, плюс-минус такая же. Но единственное, в серверах мы, конечно, можем поступательно сокращать их, как только снимаем нагрузку. Но не делаем этого, потому что, если бы мы попытались убрать сервис, который у нас первый и второй, самые высоконагруженные, то мы бы никуда вообще не сдвинулись, потому что все сидели бы и ждали, пока на микросервисах реализуется нужный набор сервисов. Мы же для чего собрались? Проект мы помигрировали. У нас что-то получилось. В целом, кстати, мы достаточно успешны. То есть миграция плюс-минус завершена во многом. Мы добились радикальных успехов по снижению стоимости. То есть дешевле сделали систему процентов на 70 или 65, смотря как считать. Но все равно что-то же можно улучшить. Давайте вместе пофантазируем, что можно улучшить. Помните, я делал такую вырезку и говорил о том, что для некоторых организаций фокус на снижении железа может быть важным. Кстати, это такая классическая история, я ее тоже видел, когда реально это пытаются сделать важной и целью номер один. У этого есть проблема. Они проявляются обычно чуть позднее. Как это выглядит? Мы открываем базу данных Oracle, например, которую я показывал. Видим вот этот сервис под номером один. Прибегаем к разработке, к архитектуре, говорим, ребята, срочно его убирайте. Они убирают. Убирают сервис под номером 2, 3, 4, 5. Мы счастливы и довольны. Не знаю, убиваем 30% нашей инфраструктуры. Только в чем проблема? А бизнес приходит и говорит, надо реализовать мне одну фичу какую-нибудь, вторую, третью, четвертую, пятую. А у вас микросервисная платформа, она не готова для этого. Да, на ней сидят эти супер какие-то нагруженные сервисы, но при этом все доработки вы делаете по-прежнему на легосе, монолите. Это долго, это дорого, куча рисков это развивать и так далее. Но это проблема. То есть вы там постоянно что-то развиваете, тратите огромное количество ресурсов. То есть количество доработок в легосе у вас будет расти, от этого никуда не деться. Ну, либо вы можете топнуть ногой, не знаю, приостановить развитие, но тогда вы проиграете конкурентам. Это отдельная боль, можно очень долго об этом говорить. Внезапно вам в какой-то момент времени потребуется наращивать инфраструктуру. А кто сказал, что бизнес не придет с каким-нибудь кейсом, с каким-нибудь продуктом, который будет напоминать тот самый столбик номер один, улетающий под потолок. Почему нет? И что вы им скажете? Скажете, ждите полтора года, пока я на микросервисах это сделаю. Они не будут ждать. Скажет вам, делает на легосе. Ты придешь и попросишь новую инфраструктуру. То есть сначала у вас инфраструктура упадет, вы счастливы и довольны, а потом придете и запросите еще раз ее же. Скорее всего, будет не очень приятно и будет такой специфический разговор. Мы можем вести строгий архитектурный контроль используемых доработок и используемых сервисов. Помните кейс, когда мы интегрируем микросервисы с легосе, потому что нет еще нужного сервиса в нашей новой архитектуре. Можем запретить это. Можем топать ногой и говорить, так нельзя делать. Не знаю, под страхом увольнения, чего угодно, короче. Но тогда мы друг друга заблокируем. Я уже приводил пример, что у нас команды будут сидеть и ждать, пока какая-то одна команда реализует этот сервис на микросервисной архитектуре. Вместо того, чтобы вызвать монолит и сидеть себе спокойно с техдолгом, потом его устранить. В продуктовых командах, в продуктовой структуре, организационной, в agile и так далее, это окей. Потому что это позволяет нам с вами гибче управлять, наверное, нашим процессом миграции и перехода. А второй, продукт обычно не умирает бесследно. У него может пропасть конкретная команда, которая его развивает, если продукт уже не надо развивать. Но, по крайней мере, останется тот, кто отвечает за этот продукт. Тогда вы его найдете и заставите устранить этот техдолг. Не знаю, под угрозой смерти, не знаю, там еще какими-то угрозами или ящиком пива. Но какой-то способ вы найдете, как этого избежать. Плюс, точнее, минус этого подхода, что у нас будет расти стоимость разработки, потому что нам нужны огромные архкомитеты, которые за всем этим будут следить. Нам нужна армия проектных менеджеров, которые будут бегать и постоянно это проверять. То есть есть определенные ограничения. Второй минус в том, что всегда будут исключения. То есть всегда найдется какой-нибудь ФЗ от центрального банка, который надо срочно исполнить, какая-нибудь супер бизнес фича, которая принесет вам 250, не знаю, там процентов роста прибыли, и вам сделают исключение. Бизнес на это согласится, IT-директор на это согласится, все на это согласятся. И вы все равно столкнетесь с ситуацией, когда у вас есть техдолг. Давайте с заключением пробежимся чуть-чуть. Как у нас с вами шел проект? Каким выводом мы пришли? Где у нас что-то пошло не так? Но первое, мы начали с сервисами с самым высоким МАУ, то есть уникальных пользователей в месяц. И это принесло свой успех. Это позволило нам развивать людям новые продукты с ускоренным time-to-market и легко масштабировать нашу разработку. Но у нас получилось плохо с инфраструктурой, потому что наша гипотеза на старте не сработала, хотя у нас были для этого все подтверждения. В общем, ситуации бывают разные. Второе, нам с вами не нужно было гнаться за инфраструктурой. Ну, первое, перед нами конкретно стояла такая задача. Это была наша органиционная такая особенность, которая нам позволила это сделать. А во-вторых, мы посмотрели с вами, что конкретно нам, наверное, это было бы даже немножко вредно. Третья история. Общая кипяя для бизнеса и IT. Тема классная, если это получается, и она работает, это реально здорово. Когда все директора, как бизнесовые, так и IT-шные, вовлечены в эту тему, понимают ее профиты и видят свои плюсы-минусы. Отдельная история, как этого достичь. Но не суть. Сейчас с вами берем просто заданность. У нас есть концепция того, что должны делать команды. То есть мы не говорим командам, делай А, не делай Б. Это действительно важно. Это просто позволяет нам же быть гибче и лучше. Ну и последняя история. Это ответственность на уровне команд. Это реально безумно важно, когда команды вовлечены и понимают все профиты, которые они от этого получат. Ну, собственно говоря, проект мы наш завершили. Все у нас как будто бы получилось хорошо. Есть недостатки, но везде есть свои недостатки. Теперь вопросы. Напоминаю, что есть отличные подарки за вопросы. Меня это отдельно просили подчеркнуть. Еще раз подчеркиваю. Так что задавайте, не стесняйтесь. Спасибо. Спасибо за доклад. Ваш вопрос. Такой вопрос. Какие интересные крупные инциденты у вас были на проме? Как быстро удалось устранить и как повлияло на клиента? Инциденты, наверное, это отдельная такая большая история. Она в рамках миграции. У нас действительно бывали инциденты. Я так понимаю, вопрос скорее как раз про миграцию, а не в целом про жизнь Сбербанка онлайн. Здесь что мы в целом использовали? Мы старались достаточно длительное время на легосе поддерживать инфраструктуру достаточную. И вы видели, да, почему она была достаточной всегда. И вторая история. Поддерживать функционал в рабочем состоянии. Потому что когда падал какой-то сервис на новой платформе, мы достаточно оперативно возвращались на легосе. Это делалось достаточно просто. Фактически клиентский функционал не особо деградировал. Клиент ничего не замечал. И это было хорошо. То есть у нас действительно были инциденты. Они были крупные, наверное, можно и так назвать. Но мы от них таким образом защищались. Спасибо. Вот у нас здесь вопрос. Второй ряд. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня первый вопрос коротенький. В чем заключался фейл, который вы обещали рассказать? Это в том, что у вас было количество железа, которое вы хотели уменьшить, а в итоге не уменьшили? Это вот этот фейл? Да. Хорошо, спасибо. У меня вопрос второй. Более развернуто хотелось получить ответ. Смотрите, у вас, когда было легосе, у вас была, допустим, одна команда, которая занимается одним участком. Теперь вы начинаете пилить микросервисы, и у вас все то же самое. До сих пор одна команда, но она уже занимается и поддержкой легосе, и переводом в микросервисы, и поддержкой других микросервисов. Был бы ли у вас рост команды? Как вы вообще с этим работали? Либо вы заставляли людей в текущей одной единице работать со всем этим? И если вы развивались, то как вы поступили с разросшейся командой, когда вы переехали? Окей, вопрос, наверное, заслуживает отдельного доклада часа на полтора-два, похоже. Но если попытаться упростить, то история следующая. Когда у нас было легосе, у нас была не одна команда, конечно же, это было множество команд, которые пилили продукт. Но они работали по некому принципу стакана, давайте назовем это так. То есть когда приходит кто-то и просится включиться в бэклог этих команд. И, соответственно, эта история балансируется. Раз там с какой-то периодичностью эти команды реализовывают сервис, и все, бегут дальше. Потом был второй этап нашего масштабирования, когда у нас началась только миграция. Это когда всем командам, кто прошел спецобучение, разрешали дорабатывать легосе. То есть если команда прошла обучение, у нее есть квалифицированные разработчики, внутри организации, получившие, короче, аппрув, они могли дорабатывать легосе при этом сами и развивать свой монолит. Постепенно, так как там доработки снижались, то мы перешли к истории, когда у нас есть только продуктовые команды. То есть команда, например, отвечающая за развитие платежей за сотовые услуги. Вот она end-to-end отвечает за развитие, за доработки и за миграцию в том числе. То есть она дорабатывает как микросервисы, так и дорабатывает легосе. Чаще всего это было так. Были, понятное дело, там куча нюансов. На таком масштабе они просто всегда возникают. Но, наверное, структурно приблизительно так мы жили. Отвечая на вопрос, росли ли мы по ресурсам, командам, да. Это в целом следствие даже больше agile трансформации, которая произошла. То есть когда мы работаем классически, в банках, банки обычно кондовы работают, у них есть ЦК, Центр Компетенций, куда ты приходишь и просишь что-то разработать. Это ЦК как черный ящик в себя забирает, ты у них сбалансировался, они тебе что-то выдают. И там всегда ресурсы более ограничены, чем в продуктовой истории. В продуктовой разработке у тебя всегда много команд, сколько продуктов, столько там команд, ну либо в каком-то масштабе это соотношение. Конечно же мы приросли, но приросли в большей степени вот из-за agile трансформации, а не из-за миграции. Команды, которые занимались раньше монолитом, они, собственно говоря, в том числе участвовали в миграции, развивали определенные продукты уже на микросервисной архитектуре. В основном это была платформа. То есть эти команды, они развивали платформу, которая лежит вот под всеми этими микросервисами. Спасибо. Артем, два коротких вопроса. Артем, два коротких вопроса. Я здесь, слева от вас. Ага, спасибо. Первый вопрос. Как у вас размещены данные под микросервисами? Я правильно понимаю, что у вас legacy платформа, это по сути есть один институт с клиентскими данными? Или они у вас задублированы между различными микросервисами? И второй вопрос. Как вы планируете Oracle замещение технологически? Спасибо. Ну давайте со второго, с конца начну. Про Oracle замещение. Если я не путаюсь, сегодня будет CTO говорить наш как раз. Наверное, они это скажут. Если не скажут, то я могу отдельно потом просто рассказать. Вот предлагаю, наверное, так, потому что там будет просто развернутый ответ. Можно будет послушать об этом. Второй ответ по поводу данных. Нет, у нас, конечно, не один инстанс. Ну просто масштаб не позволяет иметь один инстанс. У нас достаточно такое большое шардирование расширенное. Но если говорить про, наверное, на неком вот том уровне архитектуры, который я показывал, то и legacy, и monolith, они в принципе одинаковы. Ну то есть я имею в виду архитектура вот на таком уровне концепции, она одинакова. Есть шарды, в которых живет клиент, в котором хранятся данные. Данные мы не дублировали. Ну практически. То есть понятно, что нам в процессе миграции где-то нужно данные дублировать. Но логика была в основном такой, что если клиент транзакцию делает в микросервисах, то она хранится в микросервисах. Если клиент делает транзакцию в monolith, он хранит ее в monolith. Куча нюансов того, как это было. Конечно же было дублирование, но верхний уровень ответ вот такой. Спасибо. Я вижу, что у нас еще бесконечное количество вопросов, но к несчастью у нас заканчивается время. Поэтому после ловите спикера в дискуссионной зоне, она ровно перед выходом из зала. Давайте поблагодарим еще раз спикера за прекрасный доклад. Голосуйте за доклад. И пишите в телеграмме. У нас были вопросы, выбирай, кому что уйдет. Мне понравился вопрос про инциденты. Первый вопрос понравился, который. И второй вопрос мне понравился. По-моему, это как раз и был второй вопрос, про то, раз росла ли у нас команда разработки. Вот. Все. Два же подарка. Спасибо вам за ваши прекрасные вопросы. Спасибо еще раз докладчику. У нас для тебя тоже есть презент. Супер. И вам всем спасибо за внимание. Мы вернемся после небольшого перерыва. Продолжение следует...